Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в Саратове совещание по проблемам обманутых дольщиков. Федеральный политик посещал регион с очередной рабочей поездкой. В историческом парке на Ильинске говорили о домах, дольщикам которых будет помогать корпорация Дом РФ. Конечно, для большинства из вас, абсолютного большинства из вас, в Саратовской области точно намного удобнее и предпочтительнее получать денежную выплату, чем ждать, пока объекты, дома будут достроены в течение нескольких лет. И мы, получив от вас такой запрос, ровно в таком формате и будем удовлетворять ваше обращение. Мы надеемся, что в течение следующего года и года 2021 эта проблема решится для всех саратовцев. Итогом 2019 года мы рассчитываем в станет следующий результат. Будут восстановлены права более 2000 граждан на территории Саратовской области, 2000 дольщиков. Вынесены решения о 16 домах, 11 застройщиков. Это будет превышение на два дома от тех договоренностей, которые мы с вами обсуждали и брали на себя в качестве обязательств в сентябре месяце. Общий объем финансирования составит 3 миллиарда 390 миллионов рублей. Это также превышает ту сумму, которую мы планировали потратить в сентябре месяце. Тогда речь шла о трех миллиардах. В том числе она состоит из миллиарда 220 миллионов рублей, это деньги компенсационного фонда, миллиард 930 миллионов в федеральном бюджете, 240 миллионов в бюджет региональный. Сегодняшняя встреча с саратовскими дольщиками уже вторая по счету. Нам необходимо с вами использовать ту возможность, которая сегодня предоставлена в рамках федерального закона, использовать как можно быстрее. Почему? Наверное, всем понятно. У нас дефицит средств на решение этой задачи огромный. Бюджет в Саратовской области самостоятельно решить эти вопросы не может. Нам крайне важно, чтобы мы до конца декабря прошли через процедуры в рамках Дома РФ и Фонда поддержки обманутых дольщиков, с тем, чтобы первые 7 домов вошли, начали получать компенсации. Сегодня, насколько я знаю, решение 9-го будет принято. Еще у нас 2 дома до конца декабря, Олег Варкович, всего 16 домов до конца текущего года. Обманутые дольщики Саратовской области вошли в 10% объема финансирования при решении проблемы. Не 10% дольщиков, а 100%. На встрече спикер Госдумы раскритиковал законодательную инициативу прокуратуры о расширении числа обманутых дольщиков. Вы понимаете, о чем речь идет, а? Да, да. Коллеги с областной думы, вот мы это истребуем, отдадим на экспертизу в Дом РФ, а после этого отдадим туда, куда положено, с тем, чтобы разобраться, кто у вас это продвигал, чем руководствовались, кто двигал, почему и зачем. Потому что если только бы они приняли региональный закон, что произошло бы, Леонид Александрович? Мы бы выплатили всем этим людям незаконно за счет средств федерального регионального бюджета. А знаете, какой размер выплаты планируется 55 обманутым дольщикам, кто за реальную сумму в полном объеме рассчитался? У нас бы вот этот процент, 175% в объеме 40 800 квадратный метр получили люди, которые платили по 4 тысячи за квадратный метр. Понимаете? Там какой процент бы был? Доходность какая была бы? 600%. 600%? Это сказал Кисной. Представь себе, что хотели сделать в самый разгар, начало выплат, с тем, чтобы увеличить количество тех, кто вот под эти 600% стал бы претендовать там, где 55 дольщиков, там оказалось бы, сколько? 297. 297. Коллеги, мы заберем материал, только их отправим понятно куда. Вместе с экспертизой, которую уже провел Дом РФ и Фонд защиты обманутых дольщиков. Я скажу так, сомнительная инициатива. Да, ну вот благодаря Едино-России руководителю фракции, руководителю сторонников, все остальные депутаты разобрались и отклонили ее. А? Не слышу вас, не слышу. Прокуратура это внесла. Прокуратура Филипенко это внес в закон. Мы что знаем все. Нам будет проще разобраться. Да, он внес в закон, мы были категорически тоже возмущались. А с вами встречу не проводили? Нет, конечно. Ну понятно тогда. Видите, вот мы приезжаем, проводим встречу. Главный федеральный инспектор, тоже на это внимание надо просить. Это вторая инициатива. На первую инициативу, коллеги, тема прошлая, но я запрашивал отзыв Минфина России. Так как регион находится в ситуации мониторинга и соглашения существуют между правительством Саратовской области и правительством Российской Федерации, понятно, что все расходы непрофильные, Минфин их не будет финансировать, а других нет источников, потому что регион-то дотационный. А вот то, о чем говорит Олег Маркович, я бы и дальше сидел, не реагировал. Но его слова на меня произвели впечатление. Потому что то, о чем он сказал, по 4 тысячи покупали квадратный метр, а сейчас мы бы по 40 тысяч из федеральной казны должны были финансировать порядка 240 человек, которые отношения не имеют к командам дочек. Я вам еще один... Вы бы сейчас нам полностью остановили процесс выплат. Вы задумайте, что произошло. Валерий Васильевич, а вам бы пришлось этот законопроект подписывать. А если бы вы подписали, вы бы тогда из тех передвеков, которых сейчас все начали, как пример, скатились понятно бы куда. Еще понятно, с каким скандалом и чем бы это закончилось и кто бы вами занялся. Вот о чем надо думать. Дом РФ обещает решить проблему дольщиков за три ближайших года. Столько же понадобится для восстановления тротуаров в Саратове. Средства Вячеслав Володин обещал найти. Со своей стороны, считаю правильно, может быть, это будет тяжелая тема и сложно реализуемая, но попробовать за декабрь, январь изучить досконально проблему наших тротуаров саратовских и в течение трех лет, подчеркиваю, сделать так, чтобы, Михаил Александрович, у нас город был самым благоустроенным. Нам не надо там никакие места. Мы с вами, если начнем этим заниматься, будем делать для себя. Ориентировочно масштаб бедствия 1,8 млрд надо на тротуары. Где-то процентов 80 из них разбиты полностью. 10% тротуаров просто нет, их нужно строить. Иными словами, остается процентов 10 в нормальном состоянии. Спасибо. Ехать надо.